Большинство собравшихся или большинству собравшихся этого человека представлять не надо, я назову только фамилию, имя отчество. Шевченко Максим Леонардович. Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, граждане России, тех, кто сегодня собрался протестовать против беспредела крупного капитала и беспредела Владимирской власти, которая на наших глазах лгала президенту Российской Федерации два дня назад о прекрасном положении дел во Владимирской области. Она лгала о том, что трасса М7 по ее мнению лучше, чем трасса Франкфурт-на-Майне-Страсбург. На что даже президент искал, вам виднее, она же не бывает тут, правда? Она построила себе дворец около Владимира, сын ее владеет землей в Московской области, откуда он сюда вытаскивает грязь и мусор. Ее чиновники живут за границей, ее зам хвостов сейчас доказанных 91 миллионов, хищения. На эти деньги можно завод было построить по переработке мусора. Не сваливать все, а перерабатывать, научить людей раздельному сбору мусора. Пластик сюда, стекло сюда, биологические отходы сюда, бумагу сюда. Нам говорят, люди не научатся, да мы для них просто скоты получаемся, понимаете? Просто деньги, которые выделяют, на это они воруют, а потом роют ямы, получают подряды и вывозят сюда эту грязь. Сами они в России не живут. Сами они покупают себе земли, покупают себе дома там, за границей. А сюда, да они всю землю нам завалят этой гадостью, этим ядом. Чтобы москвичи, которые тут имеют дачники, жители Киржайского района, которые тут живут поколениями, владимирцы, жители Петушинского района, жители Гусь-Хрустального района, жители Александровского района, мы все должны задыхаться, у нас-то нет другой родины, а у них, посмотрите, они все получают вторые паспорта. Все эти олигархи сейчас, когда я их прижала, один кипрский, другой израильский, третий британский, четвертый еще какой-то. Но здесь они зарабатывают деньги, на нашей разоренной несчастной родине. Вспомните, какой была Владимирская земля еще 10-15 лет назад. Было тяжело, но люди жили, работали заводы. Сегодня едешь, поросшие деревьями развалины. После нашествия Батыя, понимаете, была какая-то надежда. После этих остается только грязь, свалки и яд в земле. Поэтому мне тут говорят, Максим, не говори, только про экологию говори, про политику ни слова. А как вам кажется, экология это политика? А как вам кажется, кто виновен в том, что отравляет нашу землю? Громче, я не слышал. Власть виновна, конечно. Они виновны, которые лгут президенту России. 30% у нее рост экономический в области. Ложь на лжи и ложью погоняет. Они боятся открытой дискуссии. Они боятся сюда к вам приехать. Не были бы трусами, здесь сейчас были бы единороссы, ЛДПРовцы. Вы знаете, что Сипягин, который выступает тут, я как оппонент, подписывал, будучи главой комитета по аграрной политике, то, что у вас тут будет свалка. Знаете это? Поэтому, когда вам говорят, что есть какие-то оппозиционные партии, ЛДПР, глава их, выдвигающийся, подписал документ о том, что свалка будет здесь. Они лгут. Мы требуем современных заводов. Мы понимаем, цивилизация развивается. Мусора становится все больше. Пластиковый мусор, бумажный, стеклянный, разумно. Мусором надо что-то делать. Ну вот, я, допустим, зимой, когда была под Волоколамском эта ситуация страшная, реально страшная, когда дети отравились. Когда они вскрыли, так как они стали захоранивать новые отходы, вскрыли старый полигон. А там под землей сформировалась уже газовая ядовитая среда. Эти газы вышли и пошли на древний-древний город Волоколамск, который я знаю с рождения практически. Сколько там рядом находится база Московского авиационного института, где преподавала моя мама, где я сам учился и так далее. В Геропольце, в старом имени Пушкина. Древнейшая земля, которая древней Москвы. Волоколамск древней Москвы. Здесь города древней Москвы. Отравлена просто была. Дети жили в ситуации отравления, их скорая помощь увозила. Вы думаете, здесь будет по-другому? Вы думаете, здесь какие-то экологические нормы будут соблюдаться? Вы верите их словам? Нет! А теперь я вам расскажу, что тут было, когда... Был месяц назад примерно, когда они пытались в районном совете, на заседании районного совета протащить эту свалку. Когда они собрали депутатов для того, чтобы решить, как будет обсуждаться вопрос свалки. На публичных слушаниях или на общественных слушаниях? Публичные слушания, чтобы вы понимали, это то, что у нас сейчас происходит. Вот мы сейчас с вами слушаем друг друга, и потом можем сказать, хотим мы свалку? Нет! Не слышу, еще раз давайте. Нет! Не хотим! А общественные слушания, это не ваши голоса. Это, как сказал глава районного совета, это интернет. Вот здесь жители Филипповского должны были выйти в интернет. Как у вас там с интернетом? Давайте посмотрим. Нету вас здесь. О, ну немножечко есть там. Е у меня что-то такое барахтается какой. Короче, вы должны выйти в интернет и на сайте проголосовать, написать свое мнение на форуме. И на основании этого форума они сюда привезут вам на полторы тысячи гектаров вырубленного реликтового леса яд, гной, заражение и всякое дерьмо, которым будут дышать наши дети, наши внуки. И они хотели это проточить. Спасибо депутатам Чкиржачского совета, тем, конечно, кто проголосовал против этого. Они проголосовали против этого. Хотя сразу же, чтобы вы знали, они это скрывают. Во время заседания уволили с работы жену заместителя председателя. Как его фамилия? Лукин. Как? Лукин. Лукина. Он сразу позвонил. Жена его в Киржаче, глава МФЦ. Я зашел в это МФЦ. Прекрасное учреждение. Тебя встречают у порога. Что вам надо, проводят там и так далее. Это женщины очень вежливые, современные, хорошие. Он звонит, только что мою жену вызвал начальник, без объяснения причины уволена с работы с госслужбы. Никаких замещаний, никаких нареканий, только одни благодарности. И даже несмотря на то, что совет проголосовал против этого, все равно глава района подписал. Правильно я говорю? Да. Все равно он подписал. Хотя он не имеет права это делать. Вы имеете, мы имеем дело с жуликами. Имейте ввиду. Мы имеем дело с жуликами. Они будут делать то, что им выгодно. После чего им в карман падают деньги. Мы можем тут стоять. Мы можем тут протестовать. Мы можем тут умирать. Если им на карман падает бабло, они пойдут на любое преступление. На любое преступление пойдет капитал ради прибыли в 300%. Знаете такую фразу? Вот здесь вот это подтверждение этому. Поэтому, когда вам говорят, что это не политический вопрос, не верьте. Это политический вопрос. 9 сентября, это не только вводом о пенсионной реформе, референдум, против которой 94% населения страны, и которую они проталкивают, и от которой даже президент дистанцировался. Это для нас еще и референдум о свалке. Все, кто за свалку, поддерживайте Единую Россию, ЛДПР и прочих спойлеров. Все, кто против свалки, знаете, за кого голосовать. Единственная партия, которая выступает против свалки, это КПРФ. Единственная партия, которая сегодня не боится в лицо этой власти бросать правду, слова правды, это КПРФ. По нашему списку идут не только коммунисты, я сам не член партии, патриоты. И идут люди демократических, либеральных взглядов. Хозяин, главный редактор Томикса Сергей Казаков идет в нашем списке тоже. Сегодня мы являемся основой для демократической конституционной коалиции. Я выступаю не за скандалы, не за конфликт, а за системную работу. Мы считаем, что завод может быть построен. Но почему именно здесь? А кто обсуждал с народом, где можно строить завод? Вот, допустим, в Вене. Я не перестаю это рассказывать. Вот есть город Вена. Поднимите, кто бывал в Вене? Есть такие? Есть. Видели в центре Вены стоять такое здание с золотыми куполами такое, да? Я моего друга спрашиваю, вас издаст? Я говорю, это там Айн-Модерн-Музейм, там это музей современного искусства. Он говорит, нет, это завод по переработке мусора. Как же, говорю, так, в центре города историческом? Да, говорит. Просто там из него выходит воздух почти дистиллированный. Там птички пьют, там гнезда вьют на его стенах. Виноград его обвивает. Потому что австрийские граждане, жители Вены, не позволяют, чтобы норма превышала там где-то десятую долю процента выхода. Следят за этим, и мэр Вены вот так ему пинком под зад дадут, если там будет что-то не так. Почему же мы терпим? Почему мы себя ведем как люди, как терпилы, с которыми можно обращаться как угодно? А Япония? Япония, Германия, везде. Да, Чехия, в Польше я это видел. В Польше везде можно построить современные заводы. Они не безумно дорогие. Тратишь деньги на завод, там несколько десятков миллионов долларов. Меньше, чем они тратят на своих этих самых шлюх, с которыми они отдыхают, понимаете, там за границей. А бой его пола, кстати, и мужского, и женского. И учишь людей переработки мусора, вот этой раздельной сбору мусора. И все. И будет чистая Москва, чистая Подмосковье, чистая Владимирская. Но деньги же надо украсть. Деньги же надо украсть. Они сейчас говорят, Ростех, да, очень круто, мы все, конечно, присели. Приведу вам пример крымских турбин. Вот вы слышали, в Крым завезли две турбины «Сименс». Они же знали, что «Сименс» не может обслуживать в Крыму эти турбины. Директор Рыбинского завода на коленях стоял, чтобы ему дали заказ на четыре турбины. Не такие современные. Но Рыбинский завод 20 лет жил бы, если бы этот заказ получил. Нет, надо жуликам отдать заказ на заведомо ненужные турбины, трижды их перепродать разным компаниям, завезти в Крым, не иметь возможности их обслуживать в Крыму по гарантии и забыть это дело, списать просто бабки. Поэтому у нас и нет мусоросборочных заводов, поймите. Потому что их задача не строить, не облагораживать нашу землю, а врать президенту, как врет Орлова. Обманывать народ, как это делают Единая Россия и ЛДПР. И зарабатывать бабки любой ценой. Поэтому, друзья, сограждане, 9 сентября референдум о свалке, референдум о пенсионной реформе, референдум о доверии этой преступной власти. Мы победим, если будем вместе, если не испугаемся. Спасибо. Спасибо. Долой! Долой! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова